медные монеты сибирские достаточно недешевые особенно 10 копеечники но когда-то мне повезло давным-давно увлекся этой темой и повезло подергать ну почти все сибирки по годам я почти все собрал повезло в то время сейчас это очень-очень дорого на уционах даже биться начинать даже тяжело сумму сразу вылетают огромные но когда-то вот такие медяшки шли но не совсем конечно по цене медяшек но достаточно по интересным ценам вот хотел похвастаться похвастался ну и по теме меди что ли поскольку мони монеты медные про медь хотелось бы чего-то вспомнить медь относится к числу одним из первых металл который удалось освоить человеку люди научились обрабатывать медь около шести тысячелетий назад именно медь благодаря своей мягкости и легкости в обработке стала первым металлом который начал массово использоваться человечеством в древнеегипетских постройках ученые обнаружили медные водопроводные трубы которым почти пять тысяч лет кстати данные трубы по-прежнему находились в рабочем состоянии такой металл как медь очень интересен и с химической точки зрения и с практической в свое время он оказал огромное влияние на развитие человеческой цивилизации потому что когда-то люди не знали бронзы и не умели выплавлять железо по производству и потреблению медь занимает третье место в мире уступая лишь железу и алюминию такой металл как медь и раньше имел огромное значение для человечества ведь не просто так целая эпоха получила название медного века тогда из этого металла делали оружие доспехи орудия труда украшения посуды и многое многое другое медный век продолжался в различных местах планеты приблизительно тысячи две тысячи лет медный век закончился когда люди научились получать бронзу путем сплавы медных и аламянных самородков медь купрум купрум переводится как кипр металл 11 элемент периодической системы менделеева на воздухе быстро покрывается желто-красной пленкой окисляется кислородом очищенная медь золотисто-розового цвета оригинальное название меди купрум как я уже сказал проходит от названия острова кипр одного из первых мест где началась выплавка этого металла кстати на кипре люди добывали и обрабатывали медь еще более четырех тысяч лет назад с развитием науки медь не утратила своего значения она до сих пор активно используется в самых разных областях промышленности от космической отрасли машиностроения до производства любой электроники и множества красок даже в том числе среди всех металлов по уровню электропроводимости медь уступает лишь серебру но серебро стоит слишком дорого для того чтобы использовать его для производства большинства видов проводов и прочей электроники поэтому до сих пор большая часть электрических кабелей во всем мире изготавливается именно из меди и на их производство идет самая чистая медь очистка в этом случае требуется действительно максимально глубокая так как любые примеси резко снижают электропроводимость медные самородки встречаются намного чаще чем железные несмотря на то что железо один из самых распространенных металлов медь один из металлов который активно перерабатывается и используется повторно около восьмидесяти процентов всех медных изделий перерабатываются и используются повторно так как этот металл слишком дорог чтобы его выбрасывать после использования благодаря высокой теплопроводности медь стала незаменимой частью множество охладительных систем медь является природным антибактериальным средством и тормозит распространение бактерий в воде и в воздухе и систем изготовленных из нее таким же образом латунные дверные ручки и поручни в общественных зданиях могут помочь свести к минимуму риск бактериальной передачи так как медь входит в состав латунного сплава в непале медь считается чем-то вроде священного металла местные жители верят в то что она помогает бороться с болезнями и часто пьют воду которую в которую кидают медные монеты медь является необходимым элементом для всех высших растений и животных в человеческом организме этот металл тоже присутствует в организме среднестатистического взрослого человека содержится около 60-80 миллиграмм меди большая часть меди находится в нашей печени медь необходима для нормального функционирования человеческого организма и мы получаем ее с продуктами питания в среднем взрослому человеку в день необходимо чуть менее 1 миллиграмма чилийский карьер эскандида считается наибольшим на планете где добываются медные рута на местных на медных сражениях этот металл довольно часто попадается в виде чистых самородков хотя иногда встречается и с посторонними примесями несмотря на то что сама по себе медь экологически чиста процесс ее добычи сильно загрязняет окружающую среду американское озеро беркли пит является самым токсичным мире за образовалась в закрытом карьере где ранее добывали медь воды этого озера настолько токсичны что убивает неосторожных водоплавающих птиц садящихся на него медь добавляется во многие ювелирные сплавы например в золото это нужно для того чтобы повысить прочность изделий и уменьшить расход собственно золото часто в сплав добавляется еще и никель медные инструменты при ударе друг об друга не могут вызвать искры в отличие от железных кровь у млекопитающего красного цвета благодаря наличию в ней железа а у некоторых других животных например восьминогов кровь голубая потому что вместо железа она содержит именно медь благодаря высокой коррозийной стойкости меди из нее начали изготавливать капсулы для захоронения токсичных и радиоактивных отходов в японии медным трубопроводом для газа проложенным в сооружениях присвоен статус сейсмостойких ну что ж хотел похвастаться монетками похвастался на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания м м м м Субтитры создавал DimaTorzok